Раньше ГТО воспринимали исключительно как сдачу нормативов. Сегодня по поручению президента страны поставлена задача сделать из этого игры и состязания. Первый всероссийский фестиваль соберет команды из 30 регионов. В них войдут сильнейшие физкультурники-любители. Профессиональных спортсменов здесь нет, но они способны выполнить нормы ГТО с максимальным результатом. Будет команда, сформированная из 7 человек, 6 участников и 1 тренер-наставник в этой ситуации. От 7 человек, от субъектов поедут на эти мероприятия. За звание чемпионов ГТО будут бороться участники разных возрастов. Команды состоят из мужчин и женщин в разных возрастных категориях. 18-29 лет, 30-39 и 40-49 лет. Сейчас мы проводим финальный этап отбора. Выбраны уже 12 человек. В районах были центры, они есть ГТО-центры. Они представили лучших тех, кто сдавал лучший норматив, кто показал самый высокий результат. 12 человек уже здесь. Из них будут выбраны только 6. Участники увлекаются абсолютно разными видами спорта. Кто-то в детстве играл в футбол, кто-то занимался туризмом, а кто-то и вовсе всю жизнь посвятил турникам. 4, 5, 6. Спортом я занимаюсь со школьной скамьи, потому что я очень люблю спорт. Я люблю подвижные игры спортивные. И на протяжении всей жизни я перенесла эту любовь к спорту до сегодняшнего возраста. В школе я занималась и туризмом, и легкой атлетикой, и ходила в фитнес-залы. Также я занимаюсь большим теннисом, я его немножко преподаю. Спортивная программа будет состоять из двух частей. Выполнение нормативов на максимально возможный результат и эстафеты ГТО, в которой примут участие команды с 1 по 14 место в общекомандном зачете по итогам первого соревновательного дня. У ставропольцев есть все шансы на высокие результаты. Для проведения первого фестиваля наш регион выбрали не зря. У Ставропольского края хорошая история с ГТО. Мы уже приняли норматив у 16 тысяч человек, это только начало. У нас созданы центры, мы развиваем эту историю. И думаю, что это тоже явилось добавкой в копилку при решении этого вопроса. Главная цель фестиваля для нашего региона – популяризация спорта. Для того, чтобы сдать норму ГТО, нужно тренироваться минимум 2-3 месяца. За это время человек привыкает к физическим нагрузкам. Нашим спортсменам желаем только удачи. А золотой значок за сюжет про ГТО получили Герман Кудьяров и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.